Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня с вами обсуждаем достаточно любопытную тему, огромное количество споров вокруг нее. Это российско-китайские отношения. Обычно это все в таких ток-шоу, когда сложно вычленить какое-то здоровое зерно. Поэтому мы сегодня в таком дискуссионном формате это пройдем. Россия и Китай – это партнерство или союз, или все-таки это противники? Я Никита Исаев, и это наша программа, открытая студия на свободной прессе. И в гостях у нас сегодня человек, который в этом понимает, наверное, больше, чем те, кто ломают копии и доказывают свое понимание происходящего в российских-китайских отношениях, в тех треугольниках или многоугольниках, которые в мире существуют. Хочу представить заместителя директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, руководителя Центра социально-экономических исследований Китая, доктора экономических наук, профессора Андрея Владимировича Островского. Добрый день, Андрей Владимирович. Нехао, так, наверное? Нехао. Нехао. Есть еще другой вариант. Чефанно мэйоу. Ели ли вы сегодня свой рис? Точный перевод на русский язык. И это означает доброго дня? Здравствуйте, приветствую. А, приветствую, да. Ну что ж, я не повторю вторую фразу, но Нехао так Нехао. Так вот, мы поговорим сегодня, что же действительно между Россией и Китаем происходит. Происходит наш восточный разворот, который в 2014 году состоялся. Принес ли он нам что-то? Есть ли какие-то перспективы? Или, собственно, есть некое разочарование в этом? Какие политические отношения, какие экономические отношения между нашими странами существуют? И происходит ли то, на что мы рассчитывали? Смог ли Китай заменить нам западный мир, к которому мы развернулись после развала Советского Союза, фактически? Ну, давайте начнем. Первый вопрос наш такой. Собственно, хотелось бы базово, чтобы вы попытались нам обозначить, каков, собственно, сегодняшний уровень взаимоотношений между Россией и Китаем. Является ли Китай нашим главным стратегическим партнером? Если да, то почему и какие этому перспективы? Ну, в политическом плане, безусловно, Китай является сегодня нашим главным стратегическим партнером. Если мы посмотрим на политические контакты, на встречи на высшем уровне, на количество совместных военных маневров морских на суше и количество встреч депутатов, то, безусловно, по объему встреч, по визиту министерств, комиссий, подкомиссий, мы лидеры в этом плане. У нас нет другой такой страны, с которой мы бы столь тесно обменивались. А может быть, это связано, Андрей Владимирович, потому, что у нас низкий уровень отношений с Соединенными Штатами Америки, с Европой, и поэтому вроде Китай выделяется, к которому мы, в общем, так имеем. Ну, может, здесь можно и так ответить на этот вопрос, что у нас недостаточный уровень отношений и с Соединенными Штатами Америки, и с Европой, особенно после того, как Соединенные Штаты Америки ввели санкции, и отношения, российско-американские отношения сейчас у вас на уровне ниже, чем, допустим, были во времена моего детства, во времена Карибского кризиса, скажем так. Еще ниже? Да, я думаю, что еще ниже. То есть, мы можем и на кнопку нажать в какой-то момент? Ну, не знаю, можем ли мы нажать на кнопку, это не нам решать с вами, как вы понимаете, это там есть люди наверху, но, тем не менее, нам надо смотреть, а что мы можем заменить. И здесь Китай, как раз с точки зрения и политики, и экономики, это очень хороший, скажем, партнер и сосед. Если вспомнить 50-е годы, когда у нас тоже после знаменитой фултонской речи Черчилля очень сильно обострились отношения с мировыми державами, прежде всего, и с Соединенными Штатами Америки, и со странами Европы, дружба Москва-Пекин, она в значительной степени помогла нам выдержать это испытание. Но потом был Даманский. Но потом был Даманск, ну, были еще и культурная революция была, и партийная полемика, если вы не помните, у нас в основном помнят только события на острове Даманском, поколение моложе, вот, и то уже многие уже не помнят. А культурные революции вообще все забыли, и большой скачок не знают, что это такое. На самом деле отношения, советско-китайские отношения начали портиться где-то в начале 60-х годов. Вот, и начали они портиться. В начале был отзыв советских специалистов, это март 1960-го года. Это, как говорится, веха, после которого отношения пошли вниз. Закончились они, потом началась партийная полемика, письма ЦК КПК, ЦК КПСС, обмен писем, обсуждение на партийных собраниях в рабочих и трудовых коллективах. Затем, после этого, претензии китайские на полтора миллиона квадратных километров. Потом началась культурная революция, где и после культурной революции уже обострение событий до военного конфликта. Остров Даманский и озеро Желунашколь в Казахстане, 1969 год. США подталкивали Китай к этому противостоянию с Советским Союзом? Соединенные Штаты Америки не оказались в стороне от этого конфликта. Они выиграли. В результате Советский Союз оказался навоевать на два фронта. С одной стороны НАТО, с другой стороны Китай. И огромные деньги из-за нашего бюджета, из советского бюджета, не из нынешнего российского бюджета, а из того советского бюджета, вынуждены были бросить на охрану государственных границ советско-китайских. Это была территория не 4200 километров, как сегодня, а это 6 с лишним тысяч. Не забывайте, Среднюю Азию территорию, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и границы Монголии с Китаем. Огромные границы, где тоже мы должны были обеспечивать защиту этих рубежей. И вы представляете, какие туда ушли деньги на обеспечение нашей безопасности? И после этого, 1972 год, Шанхайское коммунике, когда уже де-факто стало ясно, что Советскому Союзу придется раздвоиться, обеспечивать и там защиту, и с востока, и с запада. Андрей Владимирович, экскурс действительно понятен, все очень циклично, действительно мы сейчас снова разворачиваемся к Китаю, и Китай вроде как разворачивается к нам, есть совместные голосования в Организации Объединенных Наций, есть какие-то общие заявления. Однако, допустим, на Восточном экономическом форуме Си Цзиньпина не было, хотя был и руководитель Южной Кореи, и премьер-министр Японии. При этом, собственно, до этого момента была встреча в БРИКС на территории Китайской Народной Республики. Владимир Путин действительно там присутствовал. Может быть, у Китая нет задачи вести переговоры с нашим предпринимательским сообществом, а нужно лишь только по верхам обсуждать общие вопросы китайских интересов в развитии Великого Шелкового Пути, и морского, и сухопутного, также, так сказать, совместные, как вы говорили, военные учения, возможно, совместные истории развития БРИКС или Азиатско-Техокеанского сотрудничества в рамках ОСИАН и так далее. Все-таки считаете ли, что вы уровень достаточен для этого всего? Нет, сегодня уровень российско-китайских торгово-экономических отношений явно недостаточен. Не случайно в китайской прессе регулярно публикуются заметки о российско-китайских отношениях, где говорится, что в политике горячо, в экономике холодно. Что это означает? Ну, возьмем, посмотрим, начнем изучать тезис о повороте на восток 2014 года. Что такое поворот на восток? Это восток, это не только Китай. Туда входит и Япония, и Корея, и Юго-Восточная Азия, и все страны, которые за Уральским хребтом. Но Япония, Корея, это фактически западный мир на востоке. Ну, а Юго-Восточная Азия, там, понимаете, это Индонезия, Малайзия, много стран. Так вот, обратил внимание на статистику, объем внешней торговли. Россия со странами Запада стабильно, много лет составляет где-то порядка 85%, со странами Востока 15%. Из них на Китай приходится где-то 12,8-13%. То есть, Китай по-прежнему занимает первое место, он наш основной партнер. Но с другими странами практически нет объема торговли. Да если мы посмотрим торговлю с Китаем, у нас был пик 2014 год. Порядка 90 миллиардов долларов. А сегодня не дотягиваем до 70. При этом Лавров, министр иностранных дел России, говорил, что в среднесрочной перспективе планирует увеличить объем торгового оборота до 500 миллиардов долларов. С кем? С Китаем. Ну как? Не знаю. Напомню, что примерно такой объем, где-то 550, это торговля Китая и Соединенных Штатов Америки, который стал основным торговым партнером для США, обогнав Канаду. 550 миллиардов долларов объем торговли Китай и Соединенные Штаты Америки абсолютно верно сказали. Обогнав Канаду. Обогнав Канаду. Ну Канаду-то че обгонять. Но она была первым. Нет, никогда. Между США и главным торговым партнером до Китая. Нет, а У США, Канада. У США, Канада. Сейчас Китай, да. Но я хочу просто обратить внимание на то, что вот у нас были в свое время, ну я не скажу, что планы директивные, были индикативные планы. 2015 год 100 миллиардов долларов объем двусторонней торговли, 2020 год 200 миллиардов. На сегодняшний день ситуация такова, что дай бог, как говорится русская пословица, нашему обтелять и да волкозъезд. И дай бог нам добраться до 100 миллиардов долларов к 2020 году. И почему у нас не получается вот такого вот роста товарооборота? Ну было две причины. Первая причина это падение курса рубля. Вы знаете, обвалился рубль очень основательно. А юан никуда не обвалился по отношению к доллару. Более того, за этот 2017 год он даже немножко подрос. Вот и второе, падение цен на нефть. А у нас основной товар сегодня, который мы продаем в Китай, в структуре нашего экспорта, это нефть. Вот это вот в результате, да, мы в этом году, ну вот сейчас, хотя по отношению к прошлому году у нас достигнут прирост объема внешней торговли. По первому, второму кварталу, я думаю, что мы выйдем где-то на показатель 70-75 миллиардов долларов. При этом нефть, мы стали не первым игроком поставки нефти в Китай. Мы не были никогда первым игроком. Были в какой-то момент, нас обогнал Иран, нас даже Ангола обогнала. Ну, во-первых, всегда нас обгоняла Саудовская Аравия, давайте начнем с этого. И мы сейчас поставляем всего 14% от общего объема поставок нефти. В лучшие годы мы поставляли 20%, но все равно, даже когда мы поставляли 20%, переди нас была Саудовская Аравия, уверена. Ну, это минимально. А вот скажите об экономике Китая. Есть такая версия, что, помните, пресловутый Косыгинский реформ? Мы с вами немножко обращались на историю. Ну, 65-й год, 64-65. Именно. И что китайцы-то как раз приняли основные подходы Косыгинских реформ, которые мы в Советском Союзе для себя не применили. И вот тот экономический рост, и та структура экономики, которая сейчас есть, где частного сектора 60-70%, в отличие от России, где 20%. Нет, ну, у Китая достаточно много действительно частного сектора, но это немножко подробнее расскажу. Это как раз я занимался этой темой. А вот можете... Могу. Дело в том, что там Китай не брал за основу Косыгинские реформы. Начнем с этого. Китай брал за... Они в 1977-78 году направляли во все страны, во все социалистические, бывшие социалистические страны, направляли делегации, где изучали опыт реформ в различных странах. В Венгрии, и работы Януша Корной. Чехословакия, где вот эти вот читали работы Ото Шика. Польша, и читали работы Бруса. Югославский опыт, они очень активно изучали. Даже румынский опыт изучали. И затем, и наш опыт Косыгинских реформ тоже изучали. И они составили примерно программу, какая реформа им нужна. И определились вот с моделью реформы, которую они начали, обозначили где-то в конце 70-х годов. И начали они с сельского хозяйства. Китайская реформа началась не с политики, как он из Горбачев начинал с политики, с перестройки, гласности. А у Китая начали с деревни. Система подворного подряда. И за счет системы подворного подряда у китайского крестьянства, на третьем плену ЦК КПК декабря 1978 года, это означало, что китайские крестьяне, им закрепляется задание за дворами, они выполняют задание, а избыток продукции они могут продавать на свободном рынке по свободным ценам. Вы можете описать китайского крестьянина, что это за человек? Конечно, могу. Китайский крестьянин – это человек, который вот я удалось застать еще китайского крестьянина в натуре. Это у него вот такая вот шляпа, и он стоит сгорбленный над рисом. Сгорбленный над рисом. Вот я и застал это. Я первый раз попал в Китай в 1984 году. Вот я буквально в первый месяц после того, как я попал в Китай на стажировку в Китайский народный университет города Пекина, нас отправили, ну, у нас была экскурсия, нам с иностранцами проводили работу, нас отправили на экскурсию в народную коммуну Вечно Зеленая под Пекином, по-китайски называется Сыдиньсин, там она находилась где-то в пяти километрах от нашего народного университета. Там поля были, китайские крестьяне трудились. А там не холодно, там нет рискового земледелия? Нет, там все есть, и холод, и жара, там все есть. Пекин, это, ну, так, вот сейчас там примерно как в Москве летом. Вот если в ноябре, там уже будет холодно, а в декабре может и снег выпасть. Понимаете, там, ну, это резко кандидатальный климат. Понятно, Андрей Владимирович. Так что и китайский крестьянин, он, как правило, трудится на своем кулачке земли с утра до вечера. И его раньше, когда он был в народной коммуне, все, что он производил, все забиралось туда, в народную коммуну, а ему выделялось что-то, как положено. После того, как китайцы перешли на систему подворного подряда, вот этот вот необходимый продукт, вернее, у китайца забирали продукт, который по контракту он должен был сдавать руководству народной коммуны, которая потом тихо преобразовалась где-то в 90-е годы. Вот. И часть вот этого произведенного продукта оставалась у него. Он выходил на свободный рынок и затем продавал. Многие крестьяне уже к середине 80-х годов очень прилично разбогатели, покупали свои грузовики. Отдельные, наиболее продвинутые крестьяне даже и свои самолеты для опыления полей. А когда у них появилась частная собственность? Ну, частная собственность у них была всегда, но по-настоящему, по конституции КНР, частную собственность с начала 90-х годов разрешили иметь. То есть, сегодня есть частные предприятия. Есть, как говорится... Миллиардеры есть китайские. Нет, миллиардеры. Причем у них миллиардеров не меньше, чем в России, скажем так. Вот. А, например, Майюнь, один из известных основателей интернетной компании. Алибабай – это самый там один из крупнейших миллионеров Китая. Миллиардеров? Миллиардеров? Нет, он даже миллиардер, уже миллиардеров. Я думаю, что даже и триллиардеров скоро. А вот смотрите, если вернуться к большим макроэкономическим вопросам. Вот недавно сделка Роснефти произошла, да? Китайская компания купила 14% акций Роснефти за 9 с лишним миллиардов долларов. Зачем нам продавать китайцев? Ну, это надо спросить, наверное, думаю, Роснефть. Зачем они? Понимаете, у нас же вот эти компании, они же сами принимают решение, что Газпром, что Роснефть. Я там, вообще-то, считается, что государственный пакет решающий. Но, насколько я понимаю, там они решаются. Причем ВТБ еще собирается финансировать эту сделку, насколько я понимаю. Ну, естественно, какой-то банк должен финансировать эту сделку. Но, надо сказать, что на фоне китайских банков ВТБ это маленький банк. Понимаю. А вот противостояние китайцев и индусов. Вы помните, вот недавно, два года назад обсуждалось, даже не геополитическое, а в России, в Ангкорское местонарождение. Индусы купили, не стали продавать мы Китаю? Или, допустим, консессионное соглашение по строительству моста через реку Лена в Якутии. Тоже китайцы не пошли в это? С мостом пока через реку Лена, там еще неизвестно, когда будет. Я разговаривал с людьми, которые к этому делу имеют отношение. Сказали, что деньги, которые были предварительно выделены на мост через реку Лена, пошли на мост через Керченский пролив. Имеется в виду российские деньги? Да, российские. Или китайские? Нет, российские. И насчет китайских, и насчет китайцы тоже приняли определенное участие в строительстве моста через Керченский пролив. Надо отдать им, кстати, должное. Они, несмотря на, так сказать, угрозу и санкции, по крайней мере, обеспечение электроэнергии Крыма, прошло не без участия, скажем так, китайских компаний. Не звучало это в средствах массовой информации активно? Нет, они поставили специальный вот этот кабель для прокладки. А вот смотрите, есть такая вот ситуация. Наша граница, вы правильно сказали, сейчас 4200, да? Причем она и по Амуру, в основном, да? По Амуру, и причем по Уссури. А при этом, что за дыры в границе, и вот эта вот история с лесом, вот эта история с нереализованными инвестиционными соглашениями по лесоперерабатывающему комплексу в Забайкальском крае и так далее. Вывоз черного леса, кругляка в Китай. Есть эта проблема? Ну, естественно, но эта проблема, как говорится, наша личная проблема, внутренняя. Почему наши, скажем так, власти разрешают продавать лес? Или нам он не нужен, этот лес? Фоня. Вопрос простой. То есть, китайцы здесь не виноваты? Китайцы, они, как говорится, пришли на наш рынок, им предлагают лес. Лес Китаю нужен. С 1998 года в Китае запрещена вырубка леса. Потому что они, да, вырубка леса, но Китай, поскольку мебельная промышленность, она у них работает, где-то надо лес закупать. Есть Канада, есть Финляндия, но Россия ближе и дешевле, естественно. И коррупции больше. Да, и коррупции больше. Хотя, между прочим, если бы у нас был бы дан заслон коррупции, если бы у нас более жестко относились, то китайцы, в общем-то, люди законопослушные. Но если, как говорится, так выстроена наша система, то китайская сторона, естественно, когда им говорят, либо так, либо никак. Китайцы предлагают так. То есть, давайте мы на ваших условиях покупаем лес. Потому что Китаю лес нужен. Тем более, что вот возьмем, например, конкретный случай, Гальцбайкальский край. Правильно? Да. Рядом вот граница через реку Аргунь. Я сам был в Китае на заводе Якиши, деревообрабатывающий завод, который делает специальную фанеру для самолетных вот этих контейнеров. И туда завозят наш лес из Забайкальского края. Через Амур по Брод идут КамАЗы. Я сам видел эти фотографии, которые показывали в музее. Собственно говоря, это в порядке вещей. То есть, раз мы продаем, значит, кто-то в этом заинтересован. Это же без разрешения властей вряд ли эти сделки могли бы быть реализованы. Но китайцы законопослушны. А вот еще новость прошла несколько дней назад. Она звучала дословно так в информационных агентствах. Россия согласовала с Китаем добычу золота в Забайкальском крае. Как это вообще возможно? Как договорились. Что значит Россия согласовала с Китаем на нашей территории? Ну, значит, концессионное соглашение. Раз китайцы, значит, будут вкладывать деньги в добычу золота на нашей территории в Забайкальском крае. На месторождениях, вот в тех самых месторождениях, которые еще описывались в известной песне на диким степям Забайкаль. Понятно. Где золото моют в горах. Вот в этих горах и будут добывать золото. Хотя дело в том, что Китай на сегодняшний день вышел в лидеры по добыче золота в мире. Насколько бы обогнав уже ЮАР. Даже так? Да, в 2003 году или в 2002 году, я точно не помню, было постановление ЦК КПК, где поставлена задача... А есть какие-то области, где Китай не лидер еще? Много областей есть. Скажите, а вот экологическая ситуация. Министр по Дальнему Востоку России Галушка заявил о том, что Китай будет выводить на нашу территорию экологически вредные предприятия. Это факт или это заявление министра или что? Я не знаю. Я, честно говоря, это заявление министра как-то не слышал. Но дело в том, что в Китае действительно очень много вредных производств. И в частности, за прошлый год было, например, в Китае поставлено задача сократить производство каменного угля. На 26% упало. Да. И даже автомобилестроение упало. Нет, автомобилестроение это отдельная тема. Мы поговорим отдельно. Сейчас самое главное каменный уголь и сталь. Дело в том, что Китай произвел стали уже столько, что весь мир может этой сталью, этой арматурой опоясать. И стали производит он ни много ни мало, лишний, где-то порядка 200 миллионов тонн. Скажите, что это? Дело в том, что Китае действительно нужно много стали, они строят на дороге. Китайская технология производства дорог достаточно сложная. Трехслойная, где требуется арматура. Каждый слой прокладывается арматура, потом на нее уже идет бетон. А вот эти видео, где показывают, как они делают мост за несколько дней, это правда? Да, правда. Они быстро строят. Они быстро действительно строят. И дешевле. И дешевле, совершенно верно. Правильно. Высокоскоростные железные дороги они строят достаточно быстро. Вот. И надо сказать, что они в Китае работают. Если из 100 тысяч километров железных дорог, уже 20 тысяч это высокоскоростные железные дороги. То есть, они соединяют практически Пекин со столицами провинции. И кое-где столицы провинции со столицами провинции. От Пекина до Шанхая сколько добраться сейчас? 4,5 часа. 4,5 часа. Раньше я ездил, будучи стажером, 24 часа. Разница 20 часов, разница есть. Интересно. Вот такой вопрос. Великий шелковый путь. Си Цзиньпин носится просто с этой идеей. Да, до 2013 года. Ему нужно сбыт в Европу, скорее всего. И не только в Европу. И ему нужна дорога, и не только в Европу. Ему нужна дорога для сбыта своих товаров, в первую очередь. А также стран, с которыми он активно взаимодействует. Средняя Азия и так далее. Через Россию, Белоруссию и в Европу. Более того, мы видим... Через Россию и Белоруссию, хочу заметить. Там три, там разные. Разные, сейчас мы это обсудим. При этом мы наблюдаем определенное напряжение между США и Китаем. При этом есть напряжение между США и Европой. Вот Меркель начинает заявлять о необходимости свободной Европы, свободной Германии от давления США. При этом Китай протягивает руку помощи в этом отношении Евросоюзу. В прежде всего Германии. И в прежде всего Германии. Расскажите об этой связке, в том числе через экономический асфер. Начнем сперва все-таки с экономического пояса «Шелкового пути». В сентябре 2013 года Си Деньпин заявил о строительстве экономического пояса «Шелкового пути». Китай пытается воссоздать «Великий шелковый путь», который был открыт еще где-то в 156-й год до нашей эры. Где Древний Рим, таким образом, товар из Древнего Рима. Я имею в виду, в основном из Древнего Рима. Там люцерна, виноград. Там в основном овощи фрукты. Из кони еще, кстати. А из Китая туда шел шелк, чай, фарфор. Примерно такой был обмен. В дальнейшем там компас, бумага, порох. Это потом уже в исторических координатах. Но дело в том, что затем, в середине, где-то во время династии Юаня, это где-то татар-монгольское нашествие, 13-14 век. Когда Китай стал монгольским, фактически. Монгольским, фактически. Во всяком случае, северным. Шелковый путь ушел, скажем так, в море. То есть, морем оказалось дешевле, выгоднее и безопаснее, скажем так. Но сейчас есть попытка реанимировать. Зачем? Дело в том, что Китай на сегодняшний день основные торговые пути – это морские, которые очень легко можно перерезать. Китай зависит от поставок энергоресурсов. Прежде всего, нефти и природного газа. В частности, основные поставки, как мы уже говорили, это Саудовская Аравия, страны Персидского залива. Они идут через Малахский пролив. Малахский пролив, один американский авианосец, легко перерезать. А вот это сухопутные маршруты, например, уже так же через Гвадара, через Пакистан в Китай. Это, например, через Среднюю Азию. Существует три базовых маршрута в Европу. Первый – это северный через Россию. Северный через Северный Ледовит Акин. Нет, через Северный Ледовит Акин. Это отдельный разговор. Это второй маршрут, центральный маршрут через Каспийское море, через паром Актау-Баку. И третий – юг через Иран в Турцию. Надо сказать, что все вот эти три маршрута, они нацелены не только на то, чтобы продавать китайские товары за рубеж в эти страны, но и для того, чтобы развить отсталые провинции. В Китае неравномерно развиваются провинции. Приморские провинции с начала экономических реформ развивались быстрыми темпами, благодаря тому, что там были порты. В основном акцент в торговле делался на страны Восточной Азии и Соединенные Штаты Америки. А новый маршрут экономического пояса шелкового пути предусматривает уже связь со странами Европы. Прежде всего, Восточной Азии, Центральной Азии и, так называемой, Западной Азии или Передней Азии. Но если мы сегодня посмотрим, опять же, на статистику внешней торговли, то мы увидим, что доля торговли со странами экономического пояса шелкового пути, то есть, которые находятся на маршрутах, составляет всего 25% от общего объема внешней торговли Китая. Остальные 75% по-прежнему приходится США. То есть, они хотят сбалансировать и снизить риски прекращения ухудшения отношений с США. Это во внешнем плане, а во внутреннем плане способствует развитию внутренних территорий отстающих, причем, несмотря на программу развития западных районов, которая была намечена в 2000 году. Включая уйгуров. Не включая, а особенно уйгуров. Особенно. Вот. И, тем не менее, эти районы по темпам экономического роста отстают по-прежнему от приморских районов. Приморских районов. Есть такое понятие. Да, понятие. Да, нет. Если говорить о Китае, есть четыре. Территориально Китай делится по экономической районированию на четыре части. Это приморские районы. Это те, которые выходят к морю. Все провинции. Это вторая часть. Это центральные районы. Северо-восток. И западные районы. И вот как раз приморские районы по экономическим показателям, они там были по 12-15% были темпы экономического роста. Если мы сегодня посмотрим на развитие приморских районов, например, на ту же провинцию Гуандун. Вы сказали, что вы были. Гуанчжоу. Город Гуанчжоу, провинция Гуандун. 20 миллионов человек в городе. Нет, в провинции 120 миллионов проживает на сегодняшний день. Так вот, дело в том, что сегодня провинция Гуандун по объему валового внутреннего продукта или валового регионального продукта уже догнала всю Россию. Неудивительно. Нет, в начале, когда мы делали прогнозы расчета в 2013 году, думали, что в 2020 это может только быть. То есть Гуандун обогнал Россию. Но, после того, как рубль упал, вы знаете, события конца 2014 года, то, естественно, если пересчитать все в долларах, Гуандун обогнал Россию. А вот скажите о тех районах, которые прилегают к нашему Дальнему Востоку. Говорят, 150 миллионов человек. 120. 120. Против наших 6,2 тысячи. 6,2 тысячи. А скажите, вот эта вот проблема с браками. Особо нет проблем. Браков не так много, но они имеются, конечно. Наши женщины берут этих китайцев, которые огородики что-то копают и так далее. Это правда. Не знаю насчет огородиков, но, конечно, браков не так много. Я выезжал туда на место и был в Забайкальском крае, в Амурской области. И даже беседовал с представителем миграционных служб. Это очень преувеличено. И вообще, я тоже слышал, что сейчас скорее миграция... Где-то, где-то, ну, на территории, например, Амурской области 25-30 браков в год. Ну, это, знаете, это слезы. Слезы. Я тоже слышал о том, что преувеличена история китайского нашествия на Дальний Восток. Там скорее ребята из Средней Азии едут туда в основном. Да, Узбекистан особенно. Если по статистике, Узбекистан лидирует. В этом не Таджикистан, не Казахстан, не Кыргызстан первое место лидирует, уверенно, Узбекистан. Что касается нашествия Китая, вы помните, были у нас публикации в конце 90-х годов о том, что Китай это будет вторая титульная нация, что будет 15 миллионов китайцев. Ну, вот наступил 2016 год. Смотрим мы статистику таможенной, миграционной, и что мы видим? Значит, китайцев всего у нас где-то в лучшем случае 380 тысяч человек. 380 тысяч человек. То есть, можно немножко успокоить людей в Москве и сказать, что... Да, конечно, а что успокоить? Люди должны знать, если они читают книжки научные, то, наверное, они могут быть спать спокойно. Но дело в том, что у нас читают, как правило, какие-то крутые журналы, газеты. И там можно люди, которые имеют весьма отдаленное представление, часто говорят то, что они думают, но это на самом деле не совсем так. Хорошо. Давайте тогда вот следующий вопрос обсудим. А вот эти вот отношения все-таки Китай, Россия, США. Вот мир сейчас находится в некоем большом напряжении, да? Да, и правильно находится. И правильно находится. Как вы считаете, какая разумная позиция у России сейчас должна быть в отношении вот этих напряжений, которые существуют? Там три базовые экономические точки. Соединенные Штаты Америки, Китай и Евросоюз, Германия в первую очередь. Это очень внешнеполитический. То есть, можно, конечно, сказать о том, что надо дружить со всеми и так далее. Это общий разговор. Это общий разговор. В свое время, я еще когда был существенно моложе и в советский период, любой лектор по международному положению тоже строил вот эту сцену развития международных отношений, исходя из этого треугольника. Да. США, Китай, Советский Союз тогда был. Не, но сейчас появилась Германия, которая воспряла после тех, того давления, которое после Второй мировой войны. Ну, Германия воспряла, не воспряла. Конечно, она усилила за счет присоединения Германской Демократической Республики. Кто бы спорил. И всего Евросоюза. Но сегодня можно говорить о серьезном партнере, четвертом, не Германии отдельно, а Евросоюз. Евросоюз, 28 стран. Ну, да, 28 стран, но из этих 28 стран реально что-то представляют все 3-4 страны. Это Франция, это Германия, ну, собственно говоря, и все. Ну, Италия, может быть. В Великобритании, вы знаете, после Брэкс-то вышла. Италия больше. Ее можно не... Польша растет. Да, Италия больше, но там немножко другая ситуация. Там есть очень развитый север и очень отсталый юг между ними. Как и везде. Нет, там уже больно сильно. В Германии такого разрыва нет. Но это 25% мировой экономики. В отличие от США, которая 17, а Китай, по-моему, 13-14. Ну, 13. Китай будет расти. То есть, Евросоюз все-таки мощнее, чем эти две группы. Скажите, нам как себя вести? Нам, в данном случае, надо исходить прежде всего из нашего треугольника. У нас, да нельзя обострились отношения с Соединенными Штатами Америки. И, в общем-то, тут надо, конечно, делать, по крайней мере, хотя бы сохранять статус-кво на сегодняшний день. И усиливать, улучшать контакты, еще развивать дальнейшие отношения с Китаем. Причем, политические отношения уже доведены, грубо говоря, уже хорошие, очень хорошие. Вот, но теперь надо... Пять раз Путин в прошлом году встречался. Да, да, да. Ну, вот об этом и засвидетельствуем. Теперь уровень экономических отношений должен быть доведен до уровня политических отношений. Для того, чтобы... Где точки роста? Точки роста? Развитие финансового сотрудничества. Я не так давно, вот, на прошлой неделе я принимал участие во встрече финансистов России и Китая. Посвященная встреча была посвящена 60-летию общества советско-китайской, теперь российско-китайской дружбы. В 57-м году она была основана. Вот. И как раз обсуждался вопрос именно, что делать, как дальше развивать российско-китайские торгово-экономические отношения. Нам китайские партнеры четко и ясно сказали, прежде всего, должна быть мощная финансовая платформа. То есть, должны быть контакты между банками, контакты между странами. А сегодня у нас что? Вот только что, у нас даже не было контакта рубль-юлань, мы шли через третью валюту, через доллар, через Америку. А это убытки и для российских фирм, и для китайских фирм. Взаимных инвестиций крайне мало и из России в Китай, и из Китая в Россию. А если мало взаимных инвестиций, то как же будет расти внешняя торговля? Сила Сибири. Говорят о том, что обещали нам китайцы 40 миллиардов долларов вложить, дали 4 миллиарда рублей, и остальное направили в свои банки. Ну, в основном, как правило, вся инфраструктура, которая строится на территории стран, она обычно строится, прежде всего, на базе той страны, на территории страны, где она находится. Потому что инфраструктура находится здесь. Но дело в том, что программа «Один пояс, один путь», вот эта инициатива, она называется «Инициатива по-китайски», она нацелена на то, чтобы страны предлагали свои инфраструктурные инициативы. И китайцы, вот этот Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и фонд «Шоу Копути» дают деньги под реализацию этих инфраструктурных проектов. Андрей Владимирович. Сейчас наша задача как раз предложить китайской стороне такие инфраструктурные проекты, которые были бы выгодны и нам, и китайцам. Но же, причем, надо учитывать, что это, если это будет на территории Российской Федерации, то эта инфраструктура, что бы ни случилось, какие бы ни были катаклизмы, она останется здесь. Ее же не уберешь, рельсы же не заберешь в Китай. Но она будет собственностью Китая? Ну, что значит собственность? Ну, КВЖД была, она же осталась на территории Китая. Мы построили КВЖД в свое время до революции, но она же осталась собственностью Китая. Ну, это мы построили, а они же нам не будут строить, чтобы осталась. Ну, почему бы нет? Ну, они, китайские рабочие там тоже участвовали на строительстве КВЖД, китайские инженеры участвовали. Но дело в том, что это было на китайской территории, и оказала она пользу и России в свое время, и Китаю. Но много китайцев строило во время Первой мировой войны у нас здесь, на территории, пока наши мужики воевали. Нет, но китайцы у нас строили, кстати, и дорогу на Мурманск. Все верно, Мурманск я и хотел. Они строили и дорогу на Мурманск. Так что здесь. А потом их начали потихонечку выгонять. Это уже другой вопрос. Тут уже была другая политика, революция была. Вы в БРИКС верите? В БРИКС? А почему бы и нет? Это в данном случае серьезная структура. Но для того, чтобы БРИКС работал, должны быть экономические связи между странами. Не только политические, не только встречи на высшем уровне. Но должно быть экономическое сотрудничество между пятью стран. Причем эти все страны, Россия, Китай, Индия, Бразилия и Южноафриканская республика имеют свой экономический потенциал. Но на сегодняшний день основная проблема, экономическое сотрудничество, оно недостаточно развито по каким-то причинам. Скажите, Андрей Иванович, БРИКС это китайский проект реальный или это общие пяти стран все-таки? В общем, я бы сказал четырех. ЮАР потом присоединился. Нет, я имею ввиду, реальность его, если Китай станет главным центрообразующим, и тогда он потянет за собой. Он потянет за собой, потому что Россия в нынешнем экономическом состоянии вряд ли сможет потянуть. Это так же, как ЕАЭС, это фактически российский проект. Ну да, ЕАЭС российский проект. Вот такой вопрос хочу вам задать, уже будем потихонечку подходить к завершению, но очень важный с точки зрения большой геополитики. КНДР. Вот то, что говорит господин Трамп в отношении Ким Чен Ына и так далее. Это борьба США с КНДР или это борьба США с Китаем, или это что-то еще? Ну, в основном это все-таки борьба США с Китаем, потому что американцы, Соединенные Штаты Америки, в основном упрекают Китай за то, что они не могут воздействовать на Ким Чен Ына в решении вот этой ядерной проблемы. Но Китай сказал, что он введет ограничения банковскому сектору КНДР, ограничения на торговлю с КНДР, и в том числе запретит нелегальные различные поставки, которые санкциями США сейчас ограничил. Ну, все запретить, как говорится, все нелегальные поставки вряд ли удастся, но дело не в этом. Дело в том, что, по сути дела, надо рассматривать вот эту вот позицию Соединенных Штатов Америки в адрес КНДР. Это как завуалированная борьба США с Китаем. Надо именно под этим углом, на мой взгляд, смотреть. А вот эта двусторонняя заморозка, которую Россия и Китай предложили. Когда США отводят войска, соответственно, КНДР прекращает испытания. Это реальность или нет? Нет, ну, для того, чтобы это стало реальностью, для этого надо, прежде всего, начать переговоры. Пока Соединенные Штаты Америки, насколько я понимаю, не горят. Говорят о том, что вы увидите скоро, что там произойдет. То, что он там, рокетмен и так далее. На мой взгляд, там должны быть переговоры многосторонние. Шесть стран, как минимум, должны участвовать, которые заинтересованы в ситуации. Это не только помимо двух Корей. Китай, Россия, Соединенные Штаты Америки, Япония, которая страдает, в общем-то, в немалой степени от этого. Но дело в том, что при нынешней ситуации, при той политике, которую, например, американские, корейские, вот эти маневры, плюс Япония подключается к своим договорам о безопасности. Корея вынуждена делать, Северная Корея, я имею в виду, вынуждена что-то делать, чтобы защищаться. Причем все прекрасно, все стороны прекрасно понимают, что, ежели что, пострадает кто со стороны? Южная Корея, прежде всего. Вы думаете, они будут стрелять по своему народу? В том числе артиллерии? Война была уже, вообще-то, одна корейская. И стреляли. А удар по Японии, удар по Гуам? Я имею в виду, но я не знаю, на что способен Ким Чен Ын, и так же я пока не знаю, на что способен Трамп. Я точно знаю, что корейцы первыми не начнут в Северной Корее, но если Америка начнет, то будет ответ адекватный. И последний вопрос. То есть, я так понимаю, что у КНДР, у них уже есть чем ответить, по крайней мере, чтобы нанести какие-то определенные существенные потери, после которых, в общем-то, другая сторона задумается. А нужно ли это нам? А в России есть риски Дальнего Востока? В России всегда есть риски. Дальний Восток рядом. Если что-то ядерное взорвется, то... А если полетит в сторону Владивостока? Ну, и это может. Мало ли что. Ну, понимаете, это уже мы говорим. А ежели бы... Я понял. И последний вопрос. В 2009 году вышла статья во времена уже Обамы относительно возможного G2. Может ли США договориться с Китаем и создать мирового гегемона, который бы управлял миром в 21 веке? В том же 2009 году я поэтому на этот вопрос отвечал в разных радио и телестудиях. Хочу заметить, сказал сразу, что это мало реально. Потому что Соединенные Штаты Америки... Вернее, Китай никогда не пойдет на такой союз с Соединенными Штатами Америки. Интересно? Нет. Не пойдет по разным причинам. Самая главная первая причина – разный строй социальный. То есть Россия может участвовать в этих противоречиях? В противном случае уже давно мы бы оказались зажатыми в этих договоренностях. Ну, что Россия в данном случае на сегодняшний день... Вот на сегодняшний, я не говорю на 2009 год, там была другая немножко ситуация. На сегодняшний день Россия, российско-американские отношения обострились до предела. Я уже говорил и повторю еще... Флаги снимают и так далее. Во времена Карибского кризиса флаги, простите, не снимали. Давайте начнем с этого. То есть это значит, это говорит о том, что уровень ниже. Еще, кстати, есть один хороший показатель, маркер отношений лучше-хуже. Это визовые отношения. Я, к сожалению, в Америке не вижу. Во Владивостоке не сняли же американское представительство? Дело в том, что в Екатеринбурге-то убрали и в Сан-Франциско убрали. Вы же знаете. Да, конечно. Это практически равные. Так сказать, поравняли. Я, например, был в свое время в Сан-Франциско и был в нашем представительстве. Это консульстве. Видели документы, которые недавно дымок шел? Да, да, да. Вот дымок шел, здание. Я очень хорошо помню это здание на Грин-стрит. Но понимаете, в чем дело? Вот сейчас отношения у нас обострились. Сейчас надо улучшать экономические отношения, чтобы ничто страны так не сближает, как развитие торгово-экономических отношений. Скажите, в случае потенциальной большой войны с США, между Россией и США, Китай за нас встанет? Все будет зависеть от позиции Америки. Если Америка будет опять объявлять о санкциях в отношении Китая, а угрозы таковые имеются, то, естественно, да. То есть, союз и военный, в том числе, возможен между Россией и Китаем? Сейчас не исключено, в нынешней ситуации, в сегодняшней ситуации, хотя Китай многократно заявлял, что они в какие военные союзы, они вступать не будут, это было заявление. Но одно дело, это было несколько лет назад, а сегодня ситуация в мире изменилась. И я не исключаю возможность того, что Китай может, как говорится, и нарушить те самые заявления. И вступить за Россию. И выступить за Россию. И не заберет ли он потом наши земли до Урала? Это уже другой вопрос. Это уже зависит от нас. Если Россия в экономическом плане настолько ослабнет, то пока на сегодняшний день, по состоянию нашего военного потенциала на сегодняшний день, это вряд ли. А что будет через 10 лет? Понятно. И последний вопрос. Вы обещали рассказать очень коротко про китайские автомобили, Андрей Владимирович. Про китайские автомобили. Дело в том, что в Китае принято решение к 2040 году полностью перейти на автомобили, отказаться от автомобилей с бензинным двигателем, и прийти на собственные автомобили, которые заряжаются от аккумуляторных батарей. То есть, они Елона Маска обойдут по полной программе? Да. Уже сегодня в Китае насчитывается более миллиона таких автомобилей. Реальная производительность труда китайских заводов – это 20 миллионов в год. 26, я слышал. Ну, это последний год. А так обычно мы на Мире им 20-22 где-то. Наш завод Чанчуни, который в 1953 году был построен с помощью советских специалистов. Я еще писал большую статью в газете «Время новостей», которая безвременно почила в ВОЗе. Там большую статью писал про этот завод. Ну и что? Теперь там Volkswagen. В Японии Toyota, вернее, Honda. Как говорится, много разных китайских иностранных фирм вошли и в Китай. Россия, когда нам предлагали, кстати, «Жигулям», мы же не отреагировали на это в 90-е годы. А теперь наши «Жигули» только в музее вот этих самых устаревших автомобилей можно увидеть. Понимаете? И как раз вот действительно это автомобили будущего. Китай, например, на сколько нефти уходит на автомобили с бензиновым двигателем. На эти вот самые 200 миллионов автомобилей, которые стоят на учете в китайской полиции. Так, 200 миллионов? 200, 200. А сколько сейчас жителей в Китае? 1 миллиард 400 миллионов. Понятно. Каждый седьмой... Увеличивается? Там же ограничения есть? Нет, но если вы попадете в город Пекин, Шанхай, да или даже в какой-нибудь Харбин, там машин будет не меньше, чем в Москве. Там же четные, нечетные, с таким-то номером нет. Ну, уже где-то и четные, и нечетные. И в город, например, вот ряд городов, провинциальных центров, машины с номерами, например, не... Вот в Ирумчии, например, столица Синьцзяно-Игурского автономного района. То есть там могут ездить по территории города только машины с номерами, с определенными номерами. Я сам имею в виду. С соседнего, так сказать, Чандзи уже машину туда не пустят. Понятно. Андрей Владимирович, спасибо вам огромное. У нас сегодня была очень интересная беседа. Я думаю, что вам всем она понравилась и очень любопытно пролила свет на те вещи, которые либо вообще не обсуждаются, либо, так сказать, не вылезают в такую активную стадию. То есть обычно у нас существуют Китай-филы и Китай-фобы. В данном случае, мне кажется, мы смогли подойти к вопросу крайне сбалансированного и здравого в отношении оценки российско-китайских отношений и экономических, и политических, и культурных. Рекомендую вам продолжать смотреть нашу программу открытой студии на свободной прессе. У нас всегда такие замечательные разговоры. У нас сегодня в гостях был Андрей Владимирович Островский, заместитель директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, руководитель Центра социально-экономических исследований Китая, доктор экономических наук и профессор. С вами был Никита Исаев. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин